хорошо дорогие братья и сестры я приветствую вас с любовью господа нашего иисуса христа слава господу за день воскресный шутки-прибаутки потом мы вырежем если что так потом а может и не знаете же у нас без шуток нельзя и давайте мы откроем послание колосянам 3 глава я прочитаю итак если вы воскресли со христом то ищите горнего где христос сидит одесной бога а горным помышляйте они о земном ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в боге когда же явится христос жизнь ваша тогда и вы явитесь с ним во славе и для нас с вами это должно быть приободрением и в то же время назиданием и в то же время предупреждением потому что слова звучат так если вы воскресли со христом то ищите горнего это показывает нам момент когда мы с вами как дети божии как христиане вчера кстати говорилось об этом практически об этом на библейской группе мы с вами должны быть христианами не по названию то есть не номинально мы должны быть христианами с вами по жизни то есть так чтобы быть видимыми то есть как в послании к римлянам апостол павел говорил что не тот иудей то по внешности такой а тут иудей кто у духу внутренне поэтому в данном случае мы с вами тоже являемся теми иудеями по духу христиане которые должны быть христианами по внутреннему по духовному они просто по внешнему можно быть конечно христианином внешне можно навешать на себя кучу крестов можно даже их наколоть на себя можно в машину повесить иконки крестики обереги разные можно дом украсить иконами целый иконостас сделать но это не сделает нас христианами это не сделает нас воскресшими со христом здесь павел говорит что если вы воскресли со христом то есть говорится о том что мы должны с вами не просто быть называться христианами но бы то есть принять жертву иисуса христа фактически облегшись в него то есть стать полноценную частью христа полноценной частью церкви то есть чтобы вместе со христом умерев воскреснуть и эти слова ищите горнего то есть где христос а здесь сидит одесну и бога о горнем помышляйте они о земном это призыв для нас для всех искать высшего бога горнего то есть того что ничего нету на земле чего нет среди людей чего нет ни на одном континенте не континенте земли а горнем помышляйте там где христос сидит одесную бога то есть это о небесах это о том что нас ожидает в будущем в дальнейшем понятно что мы можем сказать что мы ожидаем того чего мы еще не знаем и не видим да мы этого не знаем мы этого не видим но в этом то и заключается весь смысл что принимая это на веру мы это получаем а горнем помышляйте они о земном как часто мы с вами как люди просто люди по-человечески хотим отступить от земны а от небесных принципов как часто нам хочется иногда слукавить как часто нам хочется иногда прибегнуть какой-нибудь уловки для того чтобы что-то для себя здесь приобрести что-то получить как часто иногда бывает так что мы пытаемся закрыть скажем так глаза на неправду на что-то неправильное непотребное в нашей жизни пытаясь оправдать самих себя вы знаете в свое время когда я только уверовал была мода носить такие знаете крестики на лацкане вот здесь вот да то есть значок такой дах крестик там или голубок такой то есть обозначающий духа святого и узнаете я ну тоже подвергся веянию такой моды и в то время я достаточно много путешествовал когда путешествуешь очень часто бывает так что приходишь состояние не покоя а раздражение и вы знаете когда однажды я снова вот так вот пришел в состоянии раздражения я обратил внимание на этот крестик он был небольшой он был достаточно маленький но тем не менее он она так как он из светлого металла был не золотой нет просто из светлого металла а вот если бы золотой я бы его продал бы уже давно году как как ластик в первом классе то в данном случае обратил внимание на него то есть и я понял что люди когда смотрят на меня они вы знаете вольно невольно они обращают внимание на этот крестик и вот когда я в тот день вот так вот пришло раздражение что я сделал я как бы случайно завернул лацком то есть чтобы крестик ну как бы неряшливо конечно показалось все это да но как бы крестика на тот момент не было видно почему потому что я застеснялся своего поведения то есть вот этот вот крестик накладывает определенные обязательства быть христианином то есть помышлять о горнем накладывает определенные обязательства потому что люди смотря на нас они если мы называемся называем себя христианами если мы называем себя детьми божьими Если мы воскресли со Христом, то мы, соответственно, имеем определенные качества, определенные обязательства. И люди, когда смотрят на нас, они, по идее, зная, что мы христиане, хотят видеть, наверное, Христа. Но в результате имя Божие хулиться среди народа в результате нашего поведения. И когда мы показываем, что мы христиане, но ведем себя, как, да простят меня некоторые люди, базарные бабки, которые могут просто-напросто нахамить, обругать, ну или как церковные бабки иногда бывают, это я на себе уже испытал даже. Кто вдруг случайно воспринял это на свой счет, пожалуйста, я никого не имел конкретно в виду, я просто привожу пример. И вы знаете, мы, когда приходим в церковь, мы вроде бы хотим видеть всех с крылышками, с нимбами, но мы все люди. И это не оправдывает нас, что мы люди. У нас оправдание должно быть только одно – это Иисус Христос. И если мы с вами оправдываемся воскресением Иисуса Христа, Его воскресением из мертвых, то мы с вами, соответственно, должны оправдываться вот этим воскресением, и наше помышление должно измениться. То есть, совлекшись ветхого человека, да, то есть здесь сказано как. «Не говорите лжи друг другу» – это девятый стих этой же главы. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». То есть, совлекшись ветхого человека, удалившись этого ветхого, старого, обратите внимание, именно в этом случае используется слово ветхое как старое, обветшавшее, ненужное. И не в плане того, что древнее, а древнее, но крепко стоящее, а именно ветхое, то есть то, что уже подлежит удалению, то, что уже подлежит уничтожению. И вот эта ветхость, которая часто в нас обитает и которую мы по каким-то причинам сохраняем, она часто мешает нам следованию Христову, следованию на гору, следованию по мышлению о горне. То есть, если кто-то когда-то разбирал, наверное, свои завалы, чуланы, сундуки, чердаки какие-то, то в этот момент лучше всего постараться не обращать внимания на разбор. То есть, если вы хотите очистить чердак, очищайте его, потому что на чердак хорошие вещи обычно не закидываются. Но на чердаке хранятся вещи, которые могут вызвать воспоминания, которые могут вызвать ностальгию, которые могут зацепить наше душевное состояние, эмоциональное состояние и позволить оставить эту вещь. То есть, очень часто происходит так, что мы, начиная разбирать на чердаке, да, мы немножко приводим там в порядок, но мы не выкидываем то, что должно быть уже на помойке. И в результате все это остается на нашем чердаке. Поэтому, когда вы начинаете разбирать свой чердак, пожалуйста, сразу черный мешок и все туда складывайте и выкидывайте. Иначе так долго будет продолжаться, в принципе, всю вашу жизнь, пока вы уже не пойдете к Господу. Но когда мы собираемся к Господу, мы почему-то с собой начинаем тащить вот эти вот ветхие вещи, от которых мы давным-давно должны были избавиться. Поэтому наша жизнь, как говорит апостол, сокрыта со Христом в Боге, сокрыта во Христе. И в Писании также апостол говорит нам, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, что христиане очень часто пытаются сейчас себя противопоставить миру. Провозглашают новые правительства, христианские какие-то правительства, провозглашают какие-то новые мировые порядки, провозглашают еще что-то подобное, потому что христиане, типа, должны править, христиане должны управлять этим миром. Вы знаете, нельзя бежать впереди паровоза. От этого уходил сам Иисус. Когда его пытались сделать царем, он говорил, еще не время. Не пришло его время еще. И он уходил от этого. Уходил от этих вопросов, уходил от этих попыток провозгласить его царем. И в результате мы сейчас находимся в ожидании царя. Мы находимся сейчас в ожидании Христа, и тогда, когда он явится, вот тогда и мы с вами явимся на эту сцену уже как в плане тех самых управляющих, о которых говорит нам Писание. Поэтому не бегите впереди паровоза, но наберитесь терпения и ждите Христа, ожидайте Христа. Не ожидайте антихриста, ожидайте Христа. Потому что Христос – это то, что наша жизнь является, а не антихрист. Люди пытаются сейчас, даже в этой ситуации, когда уже ковид и прочее, и непонятно, что это является ковид, или это чей-то заговор, договор, обговор или еще что-то подобное. Нас не должно это волновать нисколько. Потому что если наша жизнь сокрыта во Христе, то мы с вами, Христовы, какие бы невзгоды ни приходили, какие бы ужасы нам ни говорили, какие бы вещи мы с вами ни видели, мы можем смотреть вокруг и не верить своим глазам. А мы можем верить своим глазам, но не верить ушам. Но давайте так, мы можем не верить ни ушам, ни глазам, но мы должны верить Слову Божьему. Мы должны верить Иисусу Христу. Почему? Потому что только у Него истина, у Него жизнь. И поэтому давайте следовать Ему. Давайте мы сейчас помолимся и потом прослаем нашего Господа. Отче Небесный, слава Тебе и хвала, наш чудный всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя, Ислав, Вседержитель наш, за милость Твою и за любовь Твою. Ибо Ты чудный всемогущий Бог, достойный всякой хвалы. Мы благодарим Тебя за то, что мы, собравшись сегодня вместе, каждый в своем месте, дома или где-то в другом, где участвуют в этом служении онлайн, а мы здесь, в церкви сейчас находящиеся. Мы благословляем Тебя, Господь. И мы благодарим Тебя, нашего Спасителя, который объединяет нас, который держит нас в своих руках, который направляет нас, и наша жизнь сокрыта в Тебе, Христос, наша жизнь сокрыта в Тебе, наш Господь. Ты охраняешь нас, Ты бережешь нас, Ты ведешь нас, Господь, и дай нам следовать за Тобой, Господь, помышляя о горнем, не о земном, Господи, но следуя за Тобой, Господь, изменяясь по образу и подобию Твоему, совлекшись ветхого человека и облегшись нового, Господи, слава Тебе, чудный наш всемогущий Творец и Царь. И да прославишься Ты сегодня по всему лицу земли и во все дни, Господь, когда собирается Церковь Твоя, или когда молимся своей уединенной молитвой, Господь, и прославляется пусть имя Твое святое чудное, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я хочу еще раз напомнить, что у нас служение в реальном времени, поэтому могут быть какие-то заминки. Не переключайтесь, будьте с нами, не обращайте внимания. Не на нас не обращайте внимания, а на заминки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 для того, чтобы поклониться нашему Богу, чтобы прославить нашего Творца, потому что Он достоин. Я хотела бы начать свидетельство с того, как Господь, Он всегда со мной, Он всегда совершает чудеса. Даже когда я их не замечаю, но потом я вижу результат. И эта неделя для меня была очень тяжелая, потому что, как кто знает, я учусь в университете заочно, и уже на втором курсе, я уже не так просто, как было в прошлом году, там прочитал материал, перевел его в себе на русский, потом этот материал посоизложил со своими словами. В этом году уже намного-намного сложнее. Мы уже работаем с самими законами, и эти законы практикуем в практике. И у меня был экзамен, который мне надо было всю эту неделю готовить. У меня всего 4 экзамена и одна контрольная работа. И настолько мне не хватает времени для того, чтобы найти вот это время, так правильно и мудро осуществить его, чтобы мне было время и поработать, и детьми побыть, и поучиться. И как всегда, времени не хватает. И у меня время только такое для учебы, это только ночь. И я знаю, может быть, сейчас кто-то скажет, вот, не мудрая сестра, вот, сидит ночами, учится. Да, может быть, я и не мудрая, но я знаю, что Господь, Он учит каждый день. Он учит каждый день, и я для того, чтобы я искала мудрости днем, хотя это очень-очень тяжело. И двое суток, то есть днем, ночью, днем и ночью, я не успела закрыть даже глаза. И когда я уже пишу работу ночью, и чувствую, что у меня глаза закрываются, точнее, у меня это как робот. Пишу, 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 и потом резко отключение. Потом открываю глаза и понимаю, что я сижу возле компьютера, а у меня работа дальше не идет. И я говорю, Господи, я начинаю молиться, и говорю, Господи, Ты же знаешь, что мне через два дня сдавать эту работу. Я не хочу просить extension, то есть, ну, чтобы мне продлили это время, да, хотя я могла воспользоваться ситуацией, и в связи с COVID-19 нам разрешили продлить на две недели. Поэтому я могу говорить, да, я извиняюсь. И я решила, думаю, нет, Господи, я не буду просить продление, потому что если я сейчас возьму продление, у меня будет через две недели тест, контрольная работа, и еще через четыре недели у меня следующий экзамен. И я понимаю физически, что, Господи, я не успею. Поэтому я взяла вот эту молитву, молюсь и пишу, молюсь и пишу. И главное, что я читаю восемь раз одно и тот же материал, и говорю, Господи, я не понимаю. То есть я понимаю перевод, но я не понимаю, что конкретно закон хочет сказать, как я могу его в практике, потому что мой менталитет, он не может сказать, все-таки отличается английского менталитета. Но все равно я говорю, Господи, помоги мне. И слава Богу, Господь, Он помог мне. И написала я эту работу, нажала я кнопочку, саблик, и такая радость ему, Господи, спасибо за то, что когда сил у меня нету, когда времени у меня нету, ты даешь мне эти силы и эти деньги. И когда ты посылаешь мне экзамены, я слава исправнила, что такие же экзамены Он мне посылает в моей жизни. И до тех пор, пока я этот экзамен какой-то определенный не сдам, Господь меня не пропускает дальше. Это так, в мире мы можем сдать экзамен, а не получилось, пошел дальше. А в жизни, по крайней мере в моей практике, этого никогда не происходило. И я хотела бы поделиться с вами одним стихотворением, которое как раз говорит о том, что наша жизнь – это экзамен. Наш путь земной, нелегок и термит, и на пути сплошные неудачи и падения. Но как опять подняться и идти, коль нет сил, необходимого терпения? Удачи, неудачи чередуются, как зебра. Мы спотыкаемся, но все равно, надеясь на себя, стремимся подниматься выше, выше. При этом время, жизнь тяжело неся, жизнь коротка, суетна, быстроотечна. Ее прожить – не более перейти. Мы избегать стараемся ошибки, чтобы бесполезно с успехом путь пройти. Все испытания – это и есть экзамен жизни, который мы должны успешно сдать. И одолев все трудности и страдания, идти всегда вперед и побеждать. И знаю сердце, есть на небе Бог-Спаситель. Меня Он не оставит никогда. Он придет на помощь, на ноги поставит, наставит, вдохновит и ободрит. Он есть источник света и источник жизни, с которым сможем все преодолеть. В нем наша сила и спасение. Мы сделать много доброго должны успеть. Будьте благословенны. И я уверена, что у вас, у каждого свидетельца, у крана, есть то, сказать то, что Господь делает в вашей жизни. Не стесняйтесь. Присылайте ваши свидетельства мне, Евгения или Юрия. Свидетельства. Потому что, когда мы свидетельствуем, мы провозглашаем славу Его. Мы ободряем друг друга. Мы можем поддержать в молитве, если у кого-то какое-то несчастье случилось, или какая-то проблема. Приходите, прославляйте Его. Делитесь всеми благословениями, которые Бог вам дает. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господь доживет. Благословен тот. Благословен тот дом, где в течение час молитвы Духом святым Господь касается. Благословен то, где в течение час молитвы Духом святым Господь. Благословен тот дом. 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 Весен мою, я тебе, Господь, полупою, Человек твои велики, мой отец, мой колец. Возношу, мои очи твоя, Возношу, мои руки к небу, Я познаю, что Господь велик, И на земле и в небеса. Ты вознеси мил, душу мою, Я тебе, Господь, полупою, Человек твои велики, мой отец, Мой колец, мой колец, мой колец. Ты вознеси мил, душу мою, Я тебе, Господь, полупою, Человек твои велики, мой отец, мой отец. Ты вознеси мил, душу мою, Ты вознеси мил, душу мою, Ты вознеси мил, душу мою, Целовек твои велики, мой отец, мой отец, мой колец. Ты вознеси мил, душу мою, Ты вознеси мил, душу мою, Я тебе, Господь, полупою, Человек твои велики, мой отец, Мил, душу мою, Человек твои велики, мой отец, Мил, душу мою, Мил, душу мою, Мил, душу мою, Велики твои велики, твёрдо я верю счас на того как я отдался дичая его мир наполняет сердце мое в нём нахожу я хлеб и печёй вечно я буду ведь старшеством ады Иисусе дивно мое вечно я буду ведь старшеством ады Иисусе дивно мое хор хор Анатолий Курас 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 Слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, 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 слава Тебе Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл Дорогие друзья, у нас сейчас время молитвы за детей. Давайте с вами помолимся. Дорогие друзья, Господи, мы благодарим Тебя и славим за наших детей. Мы просим Тебя их благословить, просим Тебя их направить. Мы просим Тебя, Господи, дать им мудрости, охранять их на путях их. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с каждым из нас пребываешь 24 часа в сутки, за то, что Ты любящий Отец, за то, что Ты проявляешь к нам терпение, Господи. И мы просим Тебя за то, чтобы в детях наших возрастала мудрость и понимание того, что Ты, Господь, на первом месте, что Ты, Господь, который ведет каждого из нас по жизни, что Ты, Господь, который достоин того, чтобы на Него уповать, Господи. Потому что Ты – Отец, который всегда с нами. Ты – Отец, который направляет. Ты – Отец, который с нами разговаривает. И мы, Господи, просим Тебя прощения за то, что очень часто мы Тебя не слышим не потому, что у нас недостаточно интеллекта, а потому что, наоборот, у нас его преизбыток, и мы надеемся на себя. Но мы просим Тебя за то, чтобы наши дети, Господи, всегда уповали на Тебя и всегда помнили о том, что Ты, Господь, Отец до скончания века. Будь прославлен во имя Отца и Сыны Святого Духа. Аминь. Друзья, я рад приветствовать всех вас, кто смотрит наше служение, кто сейчас смотрит и в режиме онлайн, и кто будет смотреть в записи. Я попрошу вас открыть Евангелие от Матфея, 23 главу. Мы начнем с вами читать фрагмент Библии с 37 стиха и прочитаем всю 24 главу. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Я предлагаю прочитать весь фрагмент и потом мы с вами порассуждаем. Это 23 глава, 37 стих и вся 24 глава. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется ваш дом, ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господи. И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить о Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающие да разумеют, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, и так если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубой громогласно, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветки ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда увидите сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни англы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Два, мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в каждый час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им в пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем именем своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает и в час, в который не думает. И рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь. Мы с вами прочитали достаточно большой фрагмент, но давайте с вами вспомним следующее. Когда Иисус пришел и когда Иисус возвещал, то мы должны с вами помнить, что тот предмет, о котором он возвещал, те темы, на которые он проповедовал, и, скажем, простым языком, о чем он вообще говорил. Сегодня мы с вами, поскольку находимся в информационном веке, то мы с вами замечаем такую интересную вещь. Люди приходят в церковь, люди слышат Писание, люди иногда берут в руки Писание, иногда даже не пытаются брать в руки Писание, и люди, услышав разговоры в церкви, начинают подразумевать, что именно и это говорил Иисус. В церкви очень часто происходят разные разговоры, и это нормально, но дело в том, что очень часто люди начинают считать, что то, что они услышали в церкви, это непосредственно были слова Иисуса, но это не всегда так. В основном даже я могу сказать, это совершенно не так. Очень часто мы приходим в церковь с каким-то настроением, с какими-то нуждами, и мы думаем, что те советы, которые мы получили от братьев и сестер, это те советы, которые давал Господь. И мы начинаем как-то подсознательно добавлять к тому, что же сказал Господь, когда был воплоти уже в этом измерении. Если мы с вами посмотрим в Писание, или если мы с вами посмотрим на, особенно я сейчас говорю не о притчах, но я, извините, я сейчас говорю не о проповедях, но о притчах, о которых говорил Иисус, мы видим, что очень много притчей Иисус говорил о одной теме. Это тема, как функционирует Царство Небесное. Когда он об этом говорил, это тоже очень интересный вопрос. И каким образом Господь готовил людей к Царству Небесному, это тоже очень интересный вопрос. В этом фрагменте Библии, который мы с вами сегодня прочитали, мы видим, мы начали читать этот фрагмент со слов Иисуса о Иерусалиме. Эти слова достаточно подробно, я бы не сказал, что разбирал, но тем не менее о них вспоминал христианский писатель Клайв Льюис, когда рассуждал в своей книге «Любовь» о таком интересном вопросе, как патриотизм. Кто, я пользуюсь случаем, хочу сказать, кто не читал эту книгу, прочитайте. Она есть в русском переводе, она есть в аудио-варианте на Ютьюбе, поэтому если вы куда-то едете, можете себе, или в общественном транспорте, или в машине, можете себе включить, и вы не пожалеете о том, что вы услышали, потому что действительно человеку Господь дал такой дар, прекрасный дар и объяснение Слова Божьего, и приведение определенных иллюстраций для того, чтобы человек лучше мог понять. И вот в книге «Любовь» он рассуждает о таком моменте, как патриотизм. Он приводит 37 стих 23 главы Евангелия от Матвея, как очень хороший пример патриотизма Иисуса Христа. Я понимаю, что это звучит достаточно странно, потому что у людей под патриотизмом подразумевается, что, ну, наверное, в основном, имеется в виду, когда человек любит свою родину, да, но когда вы спросите человека, что значит любить свою родину, то очень часто мы видим следующее. Есть люди, которые заявляют на каждом углу, как они любят свою родину. Вот, когда ты человека спросишь, хорошо, если ты ее так любишь, что ты для нее сделал? Ну, не сделал, не сделал, но провозглашаю. То есть на простом языке ничего не сделал. В странах бывшего Советского Союза, когда Советский Союз приказал долго жить, возникли новые государства, возникли новые территории, которые не являются государствами как таковыми, но они являются де-факто определенными территориями, где есть своя власть, где есть свои законы, где есть свои порядки, нормы. Возникли люди, которые начали использовать национальную символику, носить национальную одежду и так дальше. И политологи, очень много политологов говорят о том, что те, кто больше всех кричит «я люблю родину», это один из критериев, как определить тех, кто больше всего родину расхищает. Поэтому если вы видите патриота, который бьет себя в грудь, и его даже не спрашивают, любит он родину, не любит, но он так клянется, и он так, знаете, любит родную землю, что хоть бы он взял вот хотя бы чуть-чуть этой земли в кошелек и носил бы с собой близко к сердцу, чтобы она ему сердце грела, вот это, оказывается, может быть одним из критериев, одним из критериев того, что человек просто это использует для того, чтобы скрыть свои настоящие планы. А планы достаточно меркантильные. Да, вырос сегодня в странах бывшего Советского Союза определенный даже клан людей, я бы сказал, которые пытаются понять, куда дует ветер сегодня. Если ветер дует сегодня, пошла мода ходить в церковь. Я помню конец 80-х, начало 90-х, когда все портократы, демократы, автократы и так дальше ринули в цепь. Надо было подержать свечку, надо было, чтобы тебя камера сняла. Людей спрашивают, вы в Бога верите? Люди отвечают, я уважаю чувства верующих. Вообще-то вопрос был не в том, кого я уважаю. Вопрос заключался в том, вопрос очень простой, ты сам в Бога веруешь или нет? Для многих людей это была просто конъюнктура. Сегодня мода ходить в церковь, я пойду в церковь. Завтра мода быть спонсором, я стану спонсором. Начали строить церкви, где на фресках начали изображать то президентов, то губернаторов. Представьте себе сценку, когда Иисус въезжает в Иерусалим. Это фреска на церкви новопостроенной. И среди гостей, которые приветствуют Иисуса, кого там только не было. Начиная от губернатора Караганды, заканчивая бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Как они туда и попали? Ну, да, ветер с моря дул, нагонял беду. И, друзья, когда мы говорим о патриотизме, смотрите, Клайв Льюис, например, это его точка зрения, он говорит о том, что когда Иисус смотрел на Иерусалим, он смотрел с большим сожалением. Давайте с вами еще раз прочитаем 37 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птицов своих под крылья, и вы не захотели. Смотрите на то, что Иисус говорит от первого лица. Иисус говорит, что это Он пытался их собрать, и они не захотели. И это и есть доказательство настоящего патриотизма. Это и есть доказательство настоящей любви. Мы с вами всю 24 главу не будем рассматривать, но я специально ее прочитал, чтобы мы с вами вспомнили, в каких условиях это происходит, и о чем сейчас Иисус говорит. Я сегодня хотел более подробно рассмотреть как раз последние несколько стихов 24 главы. Но давайте с вами сперва напомним себе о том смысле, даже не о том смысле, напомним себе о том, о чем говорил Иисус, когда вот Он начал говорить о верных и неверных рабах. Иисус говорил о последних днях, потому что, когда Он сказал в ответ ученикам, ученики гордились очень храмом. Ученики гордились храмом, потому что это был храм уже сравнительно недавно закончилась реставрация. Вы помните, что первый храм был построен царем Соломоном, потом он был разрушен во время Вавилонского нашествия, потом уже, когда настали времена Персидской империи, и евреям было разрешено вернуться к себе на историческую родину, часть евреев осталась, в Междуречии часть евреев вернулась, и те, кто вернулись, они поняли, что они должны отстроить разрушенный храм. Они отстроили его, конечно, это был уже не тот храм, который строил Соломон, но прошло еще несколько сотен лет, и для того, чтобы среди евреев иметь авторитет, один из царей, Ирод Великий, начал процесс не постройки храма, но, я бы сказал так, достройки храма и реставрации храма. Была проделана очень большая работа, и ученики Иисуса видели в этом пример величия своей Родины. Они гордились своим храмом, и они показывали Иисусу храм. Ну, конечно, мы-то понимаем, что Иисусу показывать что-либо смысла нет, потому что Он и так все видел, Он и так все знает, но они показывают Ему для того, чтобы также почерпнуть и свое восхищение храмом, и восхищение Его величием. Но смотрите слова Иисуса. Он говорит о том, что скоро придет время, когда здесь камня на камне не останется. Пришло время, через несколько десятков лет, когда Иудея всей поднялось восстание, когда пришли римские гарнизоны, которые стерли с лица земли Иерусалим и также храм. Это была очень большая бойня. Много людей было убито, много людей попало в рабство. С того времени в Римской империи было запрещено название Иерусалим, извините, не Иерусалим, а Израиль. И эту провинцию теперь уже называли Палестиной по имени тех племен, которые когда-то частично занимали эту территорию, то есть от имени филистимлян. И этого еще не произошло. Это произойдет через пару десятков лет. И ученики задают вопрос, который каждый из нас задает, когда это случится. Нам с вами говорят, что в нашей жизни предстоят такие-то, такие-то события, в нашей жизни будут такие-то, такие-то испытания. И мы с вами задаем вопрос, а когда это произойдет? Давайте проанализируем свое сердце и давайте себя спросим, зачем мы задаем этот вопрос? Мы задаем этот вопрос для того, чтобы подготовиться. Когда мы с вами собираемся в путешествие, то мы с вами, если мы пользуемся общественным транспортом, мы с вами сверяем, конечно, график. Если мы собираемся на самолет, было бы глупо, когда самолет у нас улетел утром, а мы приехали в аэропорт вечером того же дня. Это, конечно, не имеет никакого смысла. Мы знаем, когда у нас самолет, мы знаем, когда у нас начало регистрации и когда у нас окончание регистрации. И в зависимости от этого мы уже подбираем вид транспорта, которым мы добираемся в аэропорт для того, чтобы не опоздать. Имеется в виду, на веб-сайте-то есть информация. Понятно, что там рейсы задерживаются. Понятно, что особенно сегодня во время ковида очень много рейсов, те, которые даже и были, то отменялись, причем не один раз. То они переносились, то они переносились еще раз. Потом они вообще отменились. Потом сказали, что они возобновились. Мы уже можете покупать билеты. Опять начали покупать билеты и опять их начали отменять. Вот такой получился винегрет. Но мы когда с вами идем в школу и знаем, что 1 сентября откроется новый учебный год, то родители, для родителей это, конечно, очень прекрасное время, когда они пытаются купить и то, и одежду, и обувь. Хотя сколько ее не покупай, все равно будет мало. Надо покупать какие-то кирзовые сапоги, чтобы ребенок их хоть немного дольше поносил, чем планируется. Или галоши. Я не знаю. Ну, как кому. Родители пытаются и то не забыть, и то не забыть, и то не забыть, и то купить. В странах, откуда мы приехали, вещи детские стоят непомерно дорого. Вот, и поэтому ребенка собрать в школу, просто купить, я не говорю какие-то красивые вещи, просто купить стандартные, обычные вещи, но необходимые для учебы, это стоит достаточно серьезных денег, и это большая нагрузка на семейный бюджет. Да? Да, но мы с вами в данном случае ориентируемся на первое сентября. Да? А вот в случае со словами Иисуса, Иисус сказал, что будет время, когда это все настанет, и Иисус говорит людям о том, что будет второе пришествие. Если мы с вами почитаем книги Нового Завета, имеется в виду послание апостолов, вы видите, что эта идея постоянно присутствует в посланиях апостолов. То есть, мы с вами пребываем в ожидании пришествия. И мы с вами видим, как много людей ломают дрова в этом плане. Это русское выражение, я не имею в виду, что для того, чтобы дождаться Иисуса, надо заготовить там несколько подвод дров и так далее. Нет, имеется в виду, люди делают ошибки. Обратите внимание, Иисус сейчас рассуждает не столько о том, когда это случится, хотя Он нам дает определенный критерий. Обратите внимание, что Он здесь нам дал один очень хороший критерий. Это мерзость запустения в храме. Это уже в истории было. Это было в истории, когда один из эллинских царей в Селевкидской династии, вы помните по истории, что когда Александр Македонский завоевал в Ближний Восток и дошел аж до Индии, до Афганистана, до Египта, после его смерти, как и было сказано через пророка, Господом, его империя была разделена четырьмя генералами, используя современную терминологию. Один из таких генералов Селевк, он занял вот эту территорию Ближнего Востока, включая Междуречие, Израиль, и вот один из его уже праправнуков, он, я не знаю, почему так случилось, но это исторический факт, от него не убежишь. Он начал делать большие мерзости, в том числе мерзости в Иерусалиме, в том числе мерзости в храме. Он начал заводить свиней в храм, а свинья не чистое животное, и туда нельзя, начал приносить свиней в жертву, на жертвеннике, начал там организовывать храмовую проституцию, начал строить стадион. Я сразу хочу сказать, когда мы с вами читаем какие-то исторические события, мы встречаем знакомые нам слова. Но эти слова сегодня означают совершенно другое, чем то значение, которое они имели много лет назад. Когда нам по истории говорили, как в Англии лютовал Кромвель, когда была буржуазная революция, почему она была буржуазной, никто не знает. Так вот исторический материализм в Советском Союзе так трактовал эти события. Говорили, что Кромвель дошел до такого безумия, что он отменил театр. Как так? Представьте себе, в 17 веке в Англии единственная отдушина была. Телевизор не каждый мог себе позволить. а сходить в театр. И то гадкий Кромвель отменил. И нам рисовалась такая картина жестокого какого-то такого, знаете, бездушного человека. Почитайте, что такое театр в 17 веке. Театр, это кроме прямого его назначения, это рассадник проституции, это то место, где люди собирались там пить и так дальше, где люди мочились прямо под ноги друг к другу. И театр фактически был рассадником вот такого типа поведения. И когда Кромвель запрещал театр, поверьте, он не думал о том, что он принципиально не согласен с лунной сонатой Шекспира. Совершенно не о том. Совершенно по другим причинам. Когда Антиох, селевк, из селевкидов, из династии селевкидов, строил стадион, он строил не для того, чтобы там просто проводили спортивные соревнования. В античном мире спортивные соревнования это было место и время, когда люди восхищались красотой человеческого тела. Это был один из основных постулатов античного мира. Вот и поэтому, хотите смейтесь, хотите плачьте, но когда было состязание бегунов, там голые мальчуганы бегали друг за другом вот по стадиону, это было там на короткие дистанции, на длинные дистанции и так дальше. Все остальные состязания в такой же форме проходили. И представьте себе, если вы почитаете второзаконие, конечно, это было совершенно не по Писанию. То есть, вот эта мерзость запустения, это один из критериев того, что придет последнее время, то есть перед пришествием, мы понимаем, что имеется в виду. К сожалению, очень часто люди думают, что последнее время это конец цивилизации, это Армагеддон, и после этого будет, ну, ничего не будет, все взорвется и рассыпется на куски. Они правы в том плане, что это конец цивилизации, но это конец цивилизации, потому что это начало уже другой совершенно цивилизации. Иисус нам говорил о боли, но это боль, не просто боль какой-то смерти, да, это боль родов. Почему? Появляется что-то новое, и оно просто так появиться не может, безболезненно. Иисус говорит о том, что люди, в 24 главе, люди должны приготовить свое сердце к пришествию, и люди должны правильно ожидать пришествия. То есть, что значит правильно ожидать? Люди должны помнить, что перед пришествием будет большая скорбь. Это раз. Люди должны помнить, что они должны приготовить себя. Это два. Люди должны помнить, что они должны правильно себя приготовить. Да? Давайте так, к нам придут гости. Что мы делаем? Значит, представьте себе, мы открываем все шкафчики на кухне, берем все контейнеры с сыпучими продуктами, начинаем их рассыпать на пол, на диван, и так дальше. Начинаем из шкафа всю одежду выбрасывать, вот так по дому разбросали. Так, тут лампочка горит, тут лампочка не горит. Та, что горит, ее разбили. Все равно вторая не горит. Вот. И таким образом приходят гости. И они приходят в полный бардак. Они сразу начинают подозревать, что здесь кто-то был. Я смотрел документальный фильм, в Южной Африке, когда люди уезжают на работу, они очень тщательно проверяют, закрыты ли все окна и так дальше. Потому что если форточку оставишь открытым, вот там специальное селение людей, которые работают, ну, полный рабочий день, да, они утром уезжают, они только вечером приезжают. И это селение фактически вымирает. И если кто-то оставил форточку, с джунглей приходит отряд бабуинов. Вот они самого маленького бабуинчика через форточку, он с замками дружит, вот он открывает все, туда заходит братва, и та братва начинает наводить порядки. Она по кухне пошла, по всем ящичкам пошла, по всем тумбочкам пошла, где что покушать, где что просто померить. И если такая банда окружила дом, и там нет никаких ни форточек, ничего, она анализирует крышу. Если крыша из черепицы, бедная это черепица. Черепица проходит испытание на прочность. Макаки ходят, обстукивают все вот эти черепичные секции, и если там какая-то послабее, они начинают нарушать конструкцию, там делать дырочку, одну взяли, вытянули, потом вторую и третью, и через ту дырочку уже залезли в дом, и все. Там были все. Это в зависимости от широты. То есть у приматов, у них есть очень хорошая такая черта, быстро понимать людей, среди которых они живут, понимать их слабости и их привычки, анализируют они очень быстро. И вот если в тех широтах, например, в Индии, где они живут, и где люди поклоняются, верят в реинкарнацию, нельзя там животных трогать, бить и так дальше, они сразу видят, что люди, что бы им ни делали, люди их не дисциплинируют. Поэтому тетушка торгует каким-то перцем на базаре, он пришел там, попереворачивал все, потому что черно торгует тем, что я не ем. Если она торгует тем, какой-то капустой, он пришел, капусту взял и пошел. Потом еще пришли семь злейших, и соответственно, им нужна тоже капуста. Поэтому, друзья, вот смотрите, когда мы с вами готовимся, то мы должны приготовиться правильно. Я помню чудное мгновение, когда я учился в советской школе, и нам учителя говорили, завтра у нас будет комиссия с района. Это означает, что завтра, не дай бог кому, формулировка, не дай бог кому забыть пионерский галстук. Подумайте над этой фразой. Не дай бог кому забыть пионерский галстук, не дай бог кому... Да, прийти без... Кто в старших классах, без комсомольского значка, все должны быть опрятны и так дальше, по коридорам не бегать, не кричать, как будто тебя бьют, как недорезанного. Вот. Ну да, в зависимости от времен и народов, все должны быть подстрижены. Ну это не моего поколения касалось, но предыдущего это точно касалось. Да. Когда была вот эта мода там на длинные волосы, на все остальное. Вот. И мы, соответственно, готовились к комиссии. Да. Когда политики рассуждают о том, готова ли страна к войне или нет, они тоже приводят определенные критерии. Есть ли на боевых складах там боеприпасы, как у нас армия себя чувствует и так дальше. Помните ревизора, когда перед тем, как ревизор еще не приехал в провинциальный город, когда городничий всех собрал и сказал, что армия у нас вообще в ужасном состоянии, потому что когда приедет ревизор, их лучше из казарм не выпускать. Потому что они все выглядят как бомжи. Как бы государство деньги выделяет, но вы понимаете, что выделило в центре, там чуть-чуть украли, на уровне губернии чуть-чуть украли, на уровне города чуть-чуть украли и до самих солдат доходит уже то, что дошло. Кислая капуста и какие-то там ошметки, то есть это даже одеждой нельзя назвать. Поэтому, когда их выпускают на плац маршировать, такое впечатление, что каких-то бомжей пособирали, а ничего сделать нельзя, армия-то рекруты, ничего не поделаешь. Это я просто привожу иллюстрации. Теперь давайте подумаем над следующей иллюстрацией. Церковь в Фессалонике имела одну проблему. Люди в церкви понимали, что будет второе пришествие Иисуса Христа, и люди понимали, что надо его дождаться. И беда в том, что среди них появились люди, которые неправильно поняли, и что такое правильно ждать второго пришествия. Если будет второе пришествие, то какой смысл тогда нам думать о будущем? Смысла нет. Обратите внимание, эта идея очень часто повторяется за последние две тысячи лет. Обязательно возникают люди, которые говорят, Иисус придет уже завтра, поэтому ремонт церковного здания делать смысла нет. Мы просто всего, всего. Да, я сейчас начну. Да, 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 да. Да, да, это тоже есть. Это тоже есть, да. Значит, ремонтировать церковь не надо, евангелизировать не надо, ничего не надо. В плане личной жизни учиться не надо, работать не надо, семью заводить не надо, потому что в этом нет смысла. И вот не надо организовывается во фракцию не надо. Эта фракция в церкви находится, эта фракция не сеет и не жнет, этой фракции все по барабану, и эта фракция хочет кушать. Проходит день, проходит два, а кушать хочется. А где же его взять? Значит, надо разработать определенную философию в церкви, определенное учение, что поскольку мы ждем Иисуса Христа, Его Второе пришествие, мы Его очень искренне ждем. И мы, конечно, ждем настолько, что мы должны убедить тех, кто еще работает, поделиться с нами. То есть, надо замаскировать это учение, когда продолжать работать, но мы не будем работать, вы будете работать, надо замаскировать это в какие-то духовные термины, для того, чтобы мы поняли, чтобы вы поняли, что вы должны нас кормить. Значит, что это может быть? Я особо избранный, есть избранные, а есть особо избранные. Я апостол. А кто тебя поставил на апостольство? Не задавай тупых вопросов. Я тебе сказал, я апостол, значит, я апостол. Да? Но не заграждая рта у вола молотящего, вопрос в том, мы должны понять правильно, что такое вол молотящий. Вол молотящий отличается от вола сидящего. Вол молотящий это тот, который работает. Да. А вол сидит, нигде не сказано, не заграждая рта волу сидящему, или стоящему, или лежащему. Да? Волу молотящему, если он молотит. Это, да, это библейская, это библейский тезис о том, что труженик достоин пропитания, под тружеником имеется в виду тот человек, который трудится на Неве Божьей. И под пропитанием имеется в виду в английском варианте, для того, чтобы никого не настораживать в одном из английских вариантов, переявли как достоин он, достоин чести. В оригинале там не он, а там онорариум. По нашему, по простому, гонорар. То есть, достоин материальной помощи, если он трудится на Неве Божьей. Но то, что он достоин, это еще не дает ему право всех крести как липку, и, да, и всех там выбивать копейки, и так дальше, и придумывать. Это было. Такие ребята даже заходили в нашу церковь, они здесь долго не прижились, почему-то, я не знаю, почему здесь не прижились. Вот. Может быть, волов молотящих наразводилось так, что волов больше, чем того, чем молотить. Это, конечно, шутка юмора. Вот. Поэтому, друзья, смотрите, в Фессалоникийской церкви была вот эта беда, когда возникла группа людей, которые ждут и хотят, чтобы под этим поводом сесть на шею кому-то. Апостол Павел сказал библейскую фразу. Я еще раз повторяю, это библейская фраза. Кто не работает, тот не ест. Это не фраза из приключений Шурика, операции и другие приключения Шурика. Я понимаю, что там была фраза, кто учись студент, кто не работает, тот ест. Но эта фраза не библейская. Сколько бы ниточка, поставьте себя на место этих людей из Фессалоникийской церкви, которые не работали, не работали, и в Фессалоникийскую церковь приходит письмо от апостола Павла. Лодорей гнать в зашей. Пришествие, не пришествие, арбайтен зигут. И что им теперь делать? Они уже, они уже приучились к тому, они уже приучились к тому, что они не работают. Они уже нашли тех наивных и обманутых, которые их поддерживают материально. Они уже даже завели семьи. Обратите внимание, у них теология была такая, что ничего делать не надо. Но вот почему-то они повыбирали того, что, знаете, самое трудное делать не надо, а то, что не очень трудно, я не говорю, что семья это не трудно, но тем не менее, они позаводили семьи, они уже какие-то там вот такие теологические учения воспроизвели, вот благодаря которым им кто-то дает деньги или им кто-то дает пропитание. Но если мы с вами прочитаем хотя бы послание апостола Павла, это на правду, хотя бы послание апостола Павла, мы с вами видим, что апостол Павел предупреждает, особенно Тимофея, о людях разных мастей. Он говорит, что эти люди пытаются там и прийти, я не знаю, найти какой-то повод просто ворваться к вам в дом и бесплатно покушать и так дальше и все остальное. Да, и бесплатно покажет кино, как мне подсказывает. Итак, друзья, мы должны с вами понимать, что когда Иисус рассказывает нам притчи о Царстве Небесном, одна из главных идей это правильное ожидание. И давайте с вами теперь прочитаем последний фрагмент из 24 главы. 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришел, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим подставит его. «Если же раб, тот будучи зол, скажет в сердце моем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатову в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Давайте с вами представим картину. Хозяин куда-то уехал, он раба назначает, знаете, прекрасная фраза «Будь за старшего». И тот, кто услышал эту фразу, он начинает цвести, как ранний красный маг в поле, и он начинает думать, что ему дали большую власть. Он забывает, что ему дали в первую очередь не власть, ему дали ответственность. И для того, чтобы исполнить эту ответственность, вот для того служит власть. Мы с вами выбираем представителей в парламент, в некоторых странах выбирают там и первое лицо государства и так дальше, не для того, чтобы этим лицам дать власть, а для того, чтобы им доверить ответственность. И какой вариант поведения? Значит, если я думаю, что не скоро придет время, когда я буду отвечать, по-простому, не скоро придет время, когда хозяин вернется. Какая у меня мысль закрадывается? Мне А. Надо вычислить приблизительно время, когда хозяин вернется, для того, чтобы когда он вернется, сделать видимость работы. Все поубирать и так дальше. Он зашел, и он видит, да, все чисто обрано, да, все присмотрено, как и было готово, доверено, запланировано. Во-вторых, я понимаю, что он пока не придет, и пока у меня есть тайм-аут. Что я могу делать во время этого тайм-аута? У меня есть в руках ресурсы. Я могу эти ресурсы растратить. Я могу их или растратить на себя, или, что интересно, обратите внимание, я могу их растратить на кого-то другого, только для того, чтобы в их лице быть каким-то уважаемым человеком. Я могу собрать алкоголиков, я могу их напоить, для того, чтобы они мне пели Glory, Glory, Alleluia, но как только все закончится, песня поменяется, пластинка совершенно будет противоположной. То есть, я могу потратить на себя, я могу потратить на кого-то. Я могу использовать это время, чтобы свести счеты. Это традиционная картина, когда люди работают в коллективе, начальник уходит на повышение, начальник уходит на пенсию, начальник переходит на другую работу. И вопрос, а кто будет начальником? Смотря, если в бухгалтерской фирме работает, то счеты. А так, то счета. Спасибо, что переправили. Да. Да, да. Да. Калькулятор по нашему. И возникает вопрос, кто будет начальником? Если начальником будет Петя, то Саша обидится. Если начальником будет Саша, то тогда Петя обидится. И это основная причина, почему компании платят агентствам деньги серьезные для того, чтобы найти нового начальника. То есть, чужого. Потому что, если начальник будет чужой, то ни Петя, ни Саша не обидятся. И они обидятся, но это будет уже не та обида. И не знают, что уже там вспоминать старое и так дальше. Новый начальник не будет, потому что старого не было. Да. И здесь, если у меня в сердце злоба, обратите внимание, 48 стих, если же раб, тот будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. Обратите внимание, люди могут сказать, не скоро придет господин мой, не потому что они расчетливы, а потому что они злы. И если в моем сердце вот эта злоба пребывает, я начинаю думать, не скоро придет господин мой, теперь я вам покажу, теперь я вам вспомню. Я вам сейчас покажу, кто здесь хозяин. Я начинаю проявлять агрессию по отношению к тем людям, над которыми я временно начальник. Я даже не начальник, я просто временно исполняющий обязанности. Я их должен был кормить, я их должен присматривать и так дальше, но вместо того, чтобы их кормить, я начинаю над ними издеваться. И начнет 49-й бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами. Обратите внимание, вот здесь сказано очень хорошо, не есть и пить со своими товарищами он будет, даже если он там их побьет, а потом будет с ними есть и пить, там накажет за что-то. Он одних наказывает, тех, за которыми он должен был присматривать, а с другими он будет пить и есть, с которыми он вообще-то не должен был пить и есть. Почему? Пить и есть с другими нет в этом никакого греха. Но что здесь неправильно? Дело в том, что этот человек будет проедать и пропивать не свое, а хозяину. Но в конце концов, хозяин вернется. И если этот хозяин найдет этого человека в таком состоянии, то гневу хозяина не будет границ. Итак, друзья, какие выводы мы можем сделать? Мы себя должны готовить к пришествию Христа не путем вычисления даты и года, когда придет Христос. Это для нас, как это ни странно звучит, не имеет значения. Но мы должны готовиться к приходу Христа постоянно. И давайте с вами сделаем следующий вывод. Кого в первую очередь мы должны готовить к пришествию Христа? Самих себя. Давайте это помнить. И давайте просто, когда мы читаем Библию, помним то, что наша задача не вычислять следующую дату. Если вы более подробно прочитаете вторую часть 24 главы, то мы с вами увидим то, что Иисус прямым текстом заявляет, что будут люди, которые будут пытаться ввести других в заблуждение. Будут люди, которые будут указывать здесь Он. Будут люди, которые будут указывать здесь Он. Нам Библия четко говорит, что когда Христос придет второй раз, все люди, которые будут тогда на земле, увидят это, потому что Он придет не с коморки, Он придет не с тайги, и не из Сибири, и не из джунглей. Он придет не в каком-то закрытом контейнере. Но когда Иисус придет, Иисус придет на небе, и мы Его увидим в большой славе. И это, конечно, не имеет никакого отношения к каким-то там сектам, каким-то закрытым сообществам. Об этом увидят все, и это увидят все, и об этом узнают все. Поэтому самый главный вывод. Вопрос не в том, что мы будем делать, когда Иисус придет. Вопрос в том, что мы делаем, пока Он еще не пришел. Как мы себя готовим. Будьте благословлены. Будьте благословлены. Друзья, у нас сейчас на экране данные нашего банкового счета. Я хотел бы еще раз напомнить, что мы сейчас не имеем возможности собирать пожертвования, как мы раньше это делали. Мы сейчас проводим онлайн-трансляции. Поэтому, кому Господь на сердце положил, не стесняйтесь жертвовать. Я в очередной раз напоминаю, что пожертвование – это не наша обязанность, это наша привилегия. Поэтому это и прекрасная возможность проанализировать свое сердце, с каким отношением мы жертвуем. И также мы помним, что этими денежными средствами мы поддерживаем наше служение и оплачиваем за здание, оплачиваем за аппаратуру и за все остальное. Вот, поэтому нет никаких обязательств, но это привилегия, поэтому пользуйтесь этой привилегией. Друзья, у нас сейчас время для нашей традиционной воскресной молитвы. Давайте с вами помолимся. Господи, мы благодарим Тебя и славим, мы благодарим Тебя за все. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нам предоставляешь, и мы просим Тебя сейчас, Господи, дать мудрости власти мущим. Мы просим Тебя благословить и королеву, и престола наследников, и парламент, и правительство, и силовые структуры, Господи, и местные власти. Мы просим Тебя особенно за то, чтобы люди, которые находятся у власти в тех странах, откуда мы приехали, всегда помнили о страхе Божьем, и всегда помнили о том, что придет время, и они будут перед Тобой давать ответ. Мы благодарим Тебя и славим, Господи, за все. И мы приходим сейчас Тебе в молитве, Господи, за мир в стенах Иерусалима, за Израиль. Мы просим Тебя за то, чтобы была остановлена эта кровавая бойня на востоке Украины и в других горячих точках. Мы благодарим Тебя за тех людей, которые несут имя Твое по всему миру, очень часто страдая, Господи, очень часто перенося гонения, очень часто находясь в местах заточения. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты их укрепляешь, Господи, и ведешь. Мы благодарим Тебя и славим за все, и мы приходим сейчас Тебе в молитве за тех людей, которые когда-то посещали Твои собрания, но по тем или иным причинам, Господи, вышли из них. И мы просим Тебя, Господи, чтобы по милости Твоей они поняли, насколько это важно. Мы просим Тебя, Господи, и за наших родных, особенно за тех, которые болеют, Господи. Мы просим Тебя за тех людей, которые сейчас стоят на перепуте духовном, которые не знают, куда дальше идти. Мы просим Тебя, опять же, о милости в их сторону, Господи, за то, чтобы по милости Твоей они поняли, что эта жизнь имеет смысл только в Тебе. Мы благодарим Тебя и славим за все, Господи. Ты единственный, кто достоин, Ты единственный, кто нас держит, Господи. И мы благодарны Тебе за то, что однажды Ты нам дал жизнь, потому что жизнь – это дар от Тебя. Очень часто мы сетуем, очень часто мы недовольны, и мы забываем, что это действительно дар. Спасибо Тебе, Господи, за этот дар. Спасибо Тебе за всех, Господи, будь прославлен. Отец иный Дух Святой. Аминь. Отец иный Дух Святой Я здесь пою Тебе, Иерусалим, Молюсь за ним Тебе, Иерусалим. Храни Господь Тебя, Иерусалим, Да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Как забыть Тебя, Иерусалим? Нельзя забыть Тебя, Иерусалим. Я помню о Тебе, Иерусалим. Я помню о Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир Тебе, Иерусалим. У нас на этой неделе было у одной сестрички день рождения Оксаны. И мы хотим, Оксаночка, тебя поздравить с своим днем рождения. Пожелать обильных Божьих благословений. И сейчас внимание на экран. Поздравление для Оксаны соберу в один букет. Чтобы цвел не увядая, для тебя он много лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok